Наша мужчина, говорит, Мара, объясняет, как построить свой дом. Дом – это дом со светом и лицом, открыт для богосостояния, потоха рваха, еще немножко коснуться этого, понимаете, байт – дом. О важности. То есть мы говорили в трех, то есть три аспекта. Один – это буквально, это квартира, скажем так. Второй – это байт, это жена человека, называется бейто. И третье – бейто, это имеется в виду, все содержимое этого самого дома. Жена, дети и так далее. Есть еще более широкое понятие байт. Мы его находим в Торе. Сказано в этом так. Вначале, в книге Шмует говорит, что так. Те еврейские женщины, которые помогали роженицам в Египте, «Юхэбет в мире», как предлагали наши мудрецы, они нарушили указания фараона, и, наоборот, они помогали женщинам. Они, не дай Бог, вырешали детей. Что говорится? Как им сегодняшний день заглядил? «В ясном боте». Он сделал им дома. Что же дома? Пентхаус. Пентхаус. Ну, шоу, ищем сними, 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 сними. «Эмим батим». Представte что имеется в виду, что... от них пошуре Аарон aquilo ấy на вернем. Он называется «Байт Куна». И они пошуле «Байт Ливия». И в этот грск, он Байт Малхус. Это от мирюм. Просто мне немножко объясню, это очень непростая, это не так просто. Я помню, мне довелось своей жизнью и Всевышний удостыл меня из больших людей. Это очень важно. Я помню, что 26 лет тому назад, я решил схватить с сына Рома Мишболевича, Рома Мишболевича, в квартире Рома Мишболевича, еще я вижу. Мама покойная уже была жива. Рома Мишболевича. Я пришелся с ней разговаривать и видеть, даже более того, она знала русский язык. С времен переизгнания и Шивы из мира в Полтаву во время Первой мировой войны она знала русский язык. Поэтому как-то мы два раза приводили и привозили, если с Эпатласом, русский бахурин, что рассказал и пришел в мир. Родственники, внуки приходили смотреть, как я могу рассказывать по-русски. Я помню рассказать, она была дочь великого человека, внучки великого человека. Она была внучкой, так называемой Ротенцвейн Финкерной Слободки, самая Слободка. Папа ее была величайшим вообще от мира в Розенцвейн Финкере. И мужем, конечно, тоже был мужем человек. Она вообще выросла. Я помню, так сказать, ее первую реакцию на вообще предложение, что-то рассказать ребятам из России. Я говорю, как я буду что-то рассказать, я привык ее слушать. Я привык ее слушать. Понимаете, это, так сказать, подход другой. Но все-таки немножко... Ее сын помог, я говорю, мама... Какой-то хорошо. Когда она умерла, это было 16 лет назад. Это было в юдбе тишиной, то есть сразу после НГП. Я был сказан, что это достойно, зачем говорить после НГП. Я взял своих сыновей, еще и детьми были. Я говорю, ну, похоже. Мы там шли вместе с зятем Радуицкой Зыбровой, старшим зятем Абхайм Замди, еще были там Тхохами и Садик. Он сказал интересную вещь. Говорит, в этой семье вырастили четыре поколения великих людей. Четыре поколения великих людей. Понимаете, есть вещи, что бьется бонус-следство. Можно даже получить Ешилу бонус-следство. Но надо еще быть, чтобы он подходил к этому. То есть есть ситуации, когда действительно есть бейт-малхут, царский дом. Действительно, я не имею в виду церковь, которая только умеет издеваться своим народом. А Азарского свеличия, Давида, Ишлова-маллах и так далее. И ситуация, когда строится еврейский дом так, что это не дом одного поколения. Это дом, это бинян-адаяд, это вечное здание. Это то, что говорит здесь хумыш. Что расстроились еврейские кушерки? И кто-то евреев, что у них расстроились? Построили дома. Дома, лови кивяков. Кеуна, лови я и малхут. К чему я так говорю? Ну, можно просто понять, что, вообще, человек строит семью. Допустим, он еще пока не расстроился, он только будет жениться. Он будет строить семью. Должен понимать, что он делает. Что делает? То есть... Или просто, то есть, полюбил, поженился. Такой, такой, перевод. Женился, потом уже развестись, потом погулять, все. Человек женится. Сложно думать, что мы в его семье. Это стало то, что называется байт. То есть, из его дома выросла цепочка еврейского хорошего дома поколения до прихода машины. Это то, что называется байт. Это тоже называется байт. Знаете, у нас есть проблема. У всех есть проблема. Мы не выросли в домах... Не только больших людей, мы даже не выросли в домах, мы не выросли. Это мы не видели. Даже более того, мы часто видели просто не... даже не дом человеческий, а его осколки. Осколки. У всех, у всех, у всех, у всех, у всех вариантов. Я, как сказал ему, один из моих пчелей, Рака Фридмана Стиферхол. Надо, чтобы... У вас, говорит, нет. Юхсин, это что-то называется. Юхсин – это отношение, оно как-то с Захтовским. Мы не дети великих родинов, мы не дети великих праведников. Главное, чтобы ваши семьи, ваши дома были начальными таких домов. Начальными. Это тема, по большому счету, нашей мечты. Как, действительно, человек в своей жизни, он сумеет основать семью, которая будет продолжать и передавать традицию величия и воистского рода. И все понимают, что и так просто. Надо просто понимать, что такое семья, что такое дом. Это вообще можно, когда человек понимает, понимает важность и задачи, вообще можно вообще думать о том, как нас это ведет. Это одна из, так сказать, проблем современных поколений. и думает, что его, как же называется у них. Мы живем только один раз, жизнь насладится, дальше все кончено. Дети нужны, воспитанникам они нужны. Ну, зачем это все, так сказать? Уже не так. У нас есть, понимаете, два, есть у нас две линии. Одна линия, это действительно достоинство мира грядущего нам лично. А второе, оставить, оставить продолжение служителя и творца во всех поколениях дальше. Это называется байт иуды еврейский. Очень хорошо, очень-очень интересное место. Есть укумыш Брэйшес, когда Авраам Вину воевал с царями. С царями. Всевышний обещал. Ну, в общем, он боялся, что ему, он уже получил свой разограждение. И он сейчас не достоится больше помощи свыше. Сказал ему Всевышний, что его полагается в огромное разограждение. Сказал ему огромную странную вещь. Матерь Тель, что думает Даша, у меня нет сына. Как слышал Трампинкоса, Даша Рома. Интересно, замечательно. Видно, что вещь очень поразительная. То есть, в каком-то смысле Авраам Вину видел в продолжении своего рода вещь более важную, чем Ивасхара Ламба. Почему? Потому что он Рома Минус строил еврейский народ. Он строил в этом мире, в нашем бревенном мире открывалось Свят Творца. Его жизнь была открыта в этом мире Свят Творца. Это было основное связание его жизни. И в этом, в будущем и так далее. Для него вознаграждение его личное, это было одно. Но есть вещь более важная. И важно, чтобы в мире продолжался, так сказать, открывался свет Творца. В зависимости от наших потомств. В этом много говорят. Ворону Вину очень много занимался промежением других людей. А что от него осталось? И цикер. То есть, понимаете, я не против, это называется Керун. Не в этом, так сказать, проблема. Как разнообразка. Человек хочет нести Тору другим. Открыть свет Торы всему миру. Это особенность причина, что он заботится о сыновьях Всевышнего, о народе Всевышнего. Чтобы во всем мире, даже среди неевреев, открылся свет Тору. Это причина, чтобы рассталось себя хорошим детям. Но при всем при этом, основное, это передать традицию нашим детям, и прадедам, и внукам, и правнукам, и так далее. И тут я хочу сейчас в нашей обещании есть одна очень, должно быть сказано, очень колоссальные основы воспитания. Давайте просто приведем, так сказать, пример проблемы, которые у нас есть постоянно в воспитании. Ну, это бывают такие семьи. Семьи могут быть хорошие, хорошие, плохие. В какой роли видят дети, своих родителей? Как они командуют? Указания. Оказывается, когда они исполняются. Не вырастают. С пониманием, что надо командовать, надавать указания. Это исполняют, оказывать. Как они могут научиться подчинению Творцу? Как они могут научиться подчинению подчинению? Может, сам Творец? Очень правильнее. Как они могут научиться? Только если увидят у родителей эти причины. Как они могут научиться подчинению. Понимаете, есть такое понятие, очень важное понятие. Сказано это в Талмуде, мы называем проход. И это не только, чем в Творце, чем в Творце, чем в Творце. Это буквально более значительное, более важное. Это буквально послуживание, чем в Творце. Откуда берется? Берется от слов, сказанных про Лиша, что он буквально обвал руки Ильяву. Достоинство Лиша, большое право, что он обвал руки Ильяву. Не сказать, что он учился Ильяву. Он же обвал руки Ильяву. Черного смысла, что мужчина, когда человек, действительно, живет и видит, и обслуживает мудреца, великим праведником, и так далее, он через это очень много учится. Граждан, больше чем просто учат темы славы Творца. Мы хотим, чтобы наши дети впитали не только наши слова. Слова это очень хорошо. А есть вещи, которые важнее их слов. И впитали своей кожей, своим ощущениям, ушами, глазами, всем своим существом, что такое еврейский дом, что такое передача Торы от отцов, матерей, бабушек и дедушек. Как это происходит? Происходит не только никакого. Это показания. Они учатся у родителей, как живут по Торе, как они учатся. родители боятся нарушить запрет. Как родители рады рады Торе. И так далее. как обещаются праздники. Как проверяют хамец перед Песахом. Как делают пуль. то есть это то, что, например, впитывает буквально с молокоматери. Так должно это быть. Мы этого не удостоились. Наверное, это удостоит наших детей. В этом совершенно краеугольная важность родителей на искры. И то, что он видит, то, что он чувствует, в нем впитывается гораздо больше, чем то, что он говорит. «Видим на книжке». «Мой сэйш». Ведение «Хазалиш». Прием проходила такая сцена. Как эти молодые родители. Но что это кричало своего сына, что делать что мне это. Гадовщи, миша что тратерма лимуда. Что происходит? Сын слышит то, что говорит ему отец. И видит, как можно сердиться и кричать. Чему научиться? Сердиться и кричать, а не того, что говорит. впитываться в поведение родителей, а не то, что они говорят. что И это, на самом деле, давайте сейчас откроем нашу мишну. что понимаем, что это написано так. что это не 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 Часто люди не любят, что такое дом, это место, что называется, ну такое, ну это свой угол в жизни, здесь сделать его открытым для создания мудрецов, человек теряет, теряет, так сказать, что называется, противен, то есть это, ну это, дом становится похожим на бета-мидреш, это первое, что вообще можно дом, уступить чем-то. Дальше, есть проблема, проблема колоссальная, люди, которые, ну, привыкли иметь дело, смотрят сами торы, они чувствуются с ними за панибратом, панибратом, ну, это же очень понятно, одно человек, когда он видит вещи, а, сказать, как он говорит ему с лаватурой, а другое, он с ним вместе кушает, вместе спит на комнате, это причина, так сказать, потерять, ну это потерять дистанцию, дистанцию. Все при этом, что видит ребенок, у своего папы, он сидит в пыли у их ног, дистанция не изменилась, хотя он, поэтому постоянно собираются мудрецы, его знают, и у мудрецы тоже не разговаривают с людьми с высшим, с высшим, с сверху вниз. Ну, как предупреждает себя папа, он сидит в пыли у их ногах, об этом говорится, приводит тут, как гром, есть такой мудрец, а вот рабиносом, это словно, что мудрецово, только я вот, там сказано так, так, это так объясняется наша мечта. Мудрец. это происходит не продолжается может быть и в страхе в трепетте буквально патейя это патейя от страха, понимаете меня, это потеет от жары, бросает его в пот. Так же, как получили наши мудрецы, то нагресено. То есть это объясняет наши мудрецы, что такое «митавегба фарагле». То есть что тут видит ребенка? Если человек исполнил, что сказано, по-настоящему, он видит перед своими глазами буквально Мамад Гарсинай. Мудрец Торы, он спускает Торы в этот мир, сейчас спустилась Тора в этот мир, как понимает его папа, «трепеща» перед прислами мудреца. Понятно? Это то, что видит ребенок из его папы. Это впитывается в кровь. Это не остается, так сказать, словами. Оборот. Этого мало. Все при этом. Такой трепет, такой страх. Такой медицин, надо спрятаться подальше. Есть, потому что, вы говорите, прошлое мишня, есть боязнь всевышнего, а имеется желание приблизиться к нему. Тут есть то же самое. С одной стороны, трепет, боязнь, а с другой стороны, все желание услышать, почувствовать, впитать их славу, впитать их славу. Людям колоссальный урок, колоссальный урок отношения к Торе. В общем, не нужно объяснять, что если дети будут встать в доме, который так выглядит, так выглядит. Есть причины, чтобы они тоже были большими людьми. Я приведу одну историю. Эта история очень-будшительна. Потому что для многих из нас эта причина немножко рассказа. Сделать хэшбонэфиш. Проверить в себя, насколько в этом хороши. Слышал я, я не буду сказать подробностей, но историю, как раз спросили одного из девчонцев, в Иерусалай, в Иеракуидиш, что он за мной урвах. Попросили у него какой-то, 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 кто битхохен. Почему вот у его знакомого, который амарец, человек простой, растает такие хорошие дети. А вот у него, если уровень дома гораздо выше уровень, и так далее, где-то, где-то не такому, не такому. Вопрос принципиальный. И мы сказали, что мы заломали следующую вещь. Представим себе, приходит вот твой знакомый, который не такому что-то, говорит ха-ха. Приходит из... Был урок в синагоге. И Баба Драша. Он, человек простой, приехал к этому детству, говорит, по-моему, видите, говорит, не трепещет. И рассказывает, что рассказывал, как замечательно, как хорошо. Что у меня дети, почитание. Вот я, как я понимаю, Самитор. Ты приходишь, говорит, из такой же самой Дарши. Ты думаешь, ты понимаешь не меньше, чем Ритрав, который там говорит. То он сказал не так. Это он сказал не так. И Морман говорит, что лучше. Чему учится у тебя сын? Допустим, я ставлю проблему лошинору. Нет лошинора. Ну, это не было лошинора. Учится что? Мы сами за панибрата. За панибрата. За панибрата. За панибрата. Учится, что здесь получается хуже. Чего ты не делаешь? Это страшная история. Я как раз слушаю эту историю, про себя. И очень непросто. Очень непросто. Очень непросто. И поэтому, это тоже, наверное, наша мечта. Во-первых, как человек должен себя относиться, но сам Тор, то, что здесь говорится. И это то, что должны видеть в нас наши дети. Наши дети. И... Бывают ситуации, когда... Именно потому, что человек вырастает в доме, может, более... Ну... Я как-то видел... Сейчас не буду говорить про него. У кого и что, если не важно. Как вот... Один, так сказать, человек, который был из... Очень важной еврейской семьи. Ну, как-то... Немножко пренебежительно, так сказать, к доле и своей. Это, может быть, причина того, что... Он был в семье, где там тоже есть великие люди. Это, может быть, болит себе... Он сам не был человеком великих. Он человек был достаточно простым. Ну, это... Это... Человек ощущения, можно сказать. За панибратом, можно говорить... Там был в больших уровнях. Это причина, что у нас... Что у нас... Могут не вырасти, хорошие дети. Это причина, что у нас не был... Тот самый еврейский дом, который... Продолжается, добрый ход на ночных. Продолжение следует... Еще бы, я предыду, провести несколько слов еще... Наши мудрецы. Немножко просто... Те же аспекты, но немножко расширен их. Во-первых, начну, скажу, последнее. Вещу тебе сам из евреев. Казалось бы... Это так просто. Человек, допустим, слышит мотор очень редко... Это его звал. А зарает его душу. Внимает им, как положено. Если он как бы привык. Как бы привык. Как бы привык. Но тут есть огромное достоинство. Человек, даже привыкнув, был непривычным. Каждое слово тоже для него было. То, что он впитывает, это жажда. Человек. Тут приводит, вот, это славоритское изморожье на следующую вещь. Значит, это похоже на тот, кто пьет соленую воду. В общем, он хочет быть дальше. Это не все точное сравнение. Потому что, с другой стороны, каждое слово активно насыщает. 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 В общем, она насыщает, но хочется еще. Сраванная вода, она не утверждает жажду. А то насыщает, но хочется еще. Я приведу вам все замечательные слова Одну из величайших, вот, рецепторов из этих поколений. Набе ином, на бою симха, какой из Двинска, автор книги «Росомеох» и Маших Охмель. Немножко присказуемость в книгах рассказывает про него вначале. В общем, он говорит о современнике, что он видит на вещи. И он сам, что им говорили? Моя была федеральная память. Это очень много. Очень просто. Это то, что нас сейчас очень впечатлит. Очень впечатлит. Запомнили. Запомнили. И иногда у людей, которые уже были в стадиях склероза и Олдскара и так далее, то, что их сильно впечатляло, не помнили. У меня каждое слово тоже впечатляет. Каждое слово тоже. У меня вообще не просто памяти. Просто каждое слово впечатляет. Как сказать, что слово тоже – это как новое. Это новинка. Это совершенно поразительно. Нам сегодня, нам сегодня реально достаточно тяжело исполнить. Это главное за то, что сказали в дальнейшем. Буквально. Ну, обычно молодецов, которые ездят собираться, они ищут наши дома. Ну, хотя иногда. Ну, и бывает такое тоже. Как же образовательство можно исполнить? Как? Я скажу просто один маленький совет. Я предлагаю вам по приводу! ja, либо я буду Deshalb. Я настоящим. Я какую-то проблему. Грун�ية в обществе. Я думаю.. То есть, через наши умы устами эти мудрецы горят нашим домом. Даже, наверное, живущие тоже самое в прошлых поколениях, особенно в книгах, если мы об этом говорим, не рассказываем, но как? С трепетом перед них, с трепетом перед их словами. И мы пытаемся впитать каждое слово. Так их слова обсуждаются у нас за столом. Тут мы, в каждой степени, исполняем то, что мы думаем. Есть у нас, что из величайших, был со вторым среди поколений, Элки Вейкер. Ну, когда-то я слышал такую историю. Была одна женщина, Винна, которая стала завещанием, что она хочет свое достояние величайшему дестору поколения. Кто решит, кто величайшему дестору. Мы пришли в Бейтин, как мы их можем решить. Бейтин принадлежит, если решить, надо пойти в Вейкер 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 Вейкер. При этом ученики еще положены в пример «Вейкер Вейкер Вейкер» Его на листах Талмуда напечатали» Гэлана Шассу. Это замечание, пометка «Вейкер Вейкер Вейкер », то, что написал на себя в этом, из листах Талмуда. И его слова, исполнение, исполнение этой вишны, как он пишет, «Лос захитлила обидь евреяма бедующим». Вот какой-то вопрос, «Нагмару, Раши, натосмин». А они что-то не то написали. Это непонятно, если он пишет иначе. Знаете, я могу вещь просто объяснить. Один из-за того, что еще в прошлом поколении Рабхархмасову, он говорит, что Рабхархмасов знал, что весь Толмуд лучше, чем мы знаем, что давка на ручасовщиках. Это было, так сказать, поколение, как-то были связаны, связаны, связаны. Рабхархмасову каждый день давал рог, дав Гмаран в июне четыре часа. Не больше, не меньше. Каждый день. Давайте его книги увидимся. Он говорит, что так Рабхархмасов знал весь час, это лучше, чем тот человек, чем тот давка на свадьбуще. Как пишет Рабхархмасов о словах мудрецов? Всевышний светит мне глаза в понятиях святых словах. Ну, это просто. Он говорит, что это книга с железной логикой. Он просто не понимает. Он говорит, что сейчас можно сказать так. 40 июня. Что надо сказать? То есть он буквально всю жизнь сидел в пыли словам мудрецов, 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 мудрецов. И только один шагин. Есть, я помню хорошо, когда мы занимаемся к шаббат, когда мы начали с этой шаббат, один из охраны, Рабхархмасов. Он говорит, что странные вещи. Странные вещи. То есть... Я уже наблюдал, так сказать, на нашем поколении, как пришел, как люди, мудрецов и мудрецов. Он сказал, вот... Тос говорит, так. Ваш маршо говорит, так. Я говорю, иначе. Спросил его. Я сейчас с собой это понимаешь. Ты говоришь, что ты уже, конечно, иначе. Можно сказать, иначе. Это не запрещено. На направлении, где мы находимся, находится маршо. Вот у нас маршо, окей, как все данного порядка. Безусловно. Маршо – это было поколение, но это... В то место, где пишет маршо, будет странные вещи, непонятные, странные вещи. В общем, было бы легко сказать, что... Мы с Марьем даже гоняем маршо. Мы этого не скажем. То есть, если мы... Человек знает, как мы, и он не думает, что... Больше чего есть. Норбек Вегер... Он бы стал нам мог оспорить... 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 Оспорить маршо. И... 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 … И... Но... Пример, как решенным относились к современникам. Известно, что у нас одна из тяжелейших книг, которая оказалась бы простой, но тот, кто знает еще Талмуд, сравнивает с Талмудом, то есть много вопросов. Это книга Рамбома, я просто заказываю, что это тяжелейшая книга, и понять, как Рамбом сначала понимал Талмуд, это не просто, он говорит, понимая немножко, у нас скрывается большая связь. Это нас судьям, где Рамбом пишет, вроде бы, вещь в своей книге, противоположен, потому что писал Талмуд в Талмуде. Вроде бы, противоположен. Вроде бы, противоположен. Спасибо, современник Рамбом. Мы сразу спорили, испаривали. Мы знакомы, как Рамбит испаривал Рамбом. Рамбом был еще, два поколения после этого, это тоже решили. Что он написал? Что он написал? Это же тему сейчас, не все сейчас выдаваться в подробности, но эта тема сейчас не время. что он написал, кроме Рамбом, который отдался в душу под залог объяснить, что Рамбом был в виду. Это же все пишут, пишут, пишут в Вильгинский Гаон, «Алахот» и «Похорот» на ту самую тему. Все объяснения были решены, у них много вопросов и так далее. «Поэтому Аллаха Карамбом, как Рамбом, и так объяснил Рашев». Откуда берется это? Это «митавекба фараглейм». Это достоинство величайших мудрецов. Они умели, они понимали величие других мудрецов. Я уже рассказывал, правда, еще раз, про этот историю Поговоржа Маклевера. Был его современник. Рабьяков Злиса, Балет, Ницвета Вишпад и Хабездас. Они были величайшими мудрецами. Не мне судить, кто они больше и выше, не мне судить. Как-то они вместе приехали в Варшаву в одной карете. Они, как по обычаю, еврейских общин, которые умели уважать Раббани, встретила еврейская Варшава, распрягла лошадей и повезла карету руками. Пока не другое, что карета пустая. Что карета пустая. Каждый из них думал, что уважают не его, а, можно сказать, второго. Потом он вышел вместе с другими понести карета. Это то, как мудрецы видели своих современников. Я просто сказал, что их с армяником так летят. Если мы хотим, чтобы наши дети видели, постигали величие АТОР. Принимали слово мудрецов. Надо научиться действительно стремиться к их словам. Это был шум и счет. Это залог понимания АТОР. Если человек считает, что он... Вот Маршов сказал так, я скажу иначе. Можно сказать иначе? Можно. Все достоинства. У Маршова, у него нет монополии, как понятно, что происходит. Но если человек не работает, он не сидит буквально в пыли у ног Маршов. Пытаться понять, что он сказал, он не поймет то, что это настоящее. Если он понял Маршов и поработал, и разобрался, интересно сказать, понимает, что он пыль перед Маршов. Прежде всего, при этом, у него есть другое понимание ТОР. Пожалуйста, мы имеем право так говорить. У ТОР есть много-много сторон. Швейд-Банер-Литурар, 7-7 лица ТОРа. Есть другое объяснение тоже. И даже более того, если есть какое-то хауное изображение, молодой ученик, который считает, что он говорит, лучший Маршов. Он может сказать правильным. И здесь есть такой тоже подход. Но из этого не растут. Не растут из этого. С одной стороны, тут есть некий парадокс. Некий парадокс. С одной стороны, человек действительно должен учиться ТОРу, учиться своей головой. И идти до конца своего понимания. Он не должен, так сказать, выдержаваться на английском «Yes, man». «Yes, man». Я говорю «Да». Он говорит «Так, все-все, можно ничего». Только надо как-то расследовать, продумать тогда, спорить. Поэтому есть тут еще одно понимание слова. Борьба. 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 Так приводит Абхайбалаш. Это же обычно. Человек, который развеет, он должен как бы воевать с славим мудрецом. Он с ними спорит. Но знать свое место. Борьба. Борьба. В пыли их ног. Можешь спорить. Никто не должен отменять свой разум, при тем, как он спорит, когда учил ТОРу. Нам ТОРа дана Всевышним, через призму нашего разума. Отдельно нет другого аппарата, чтобы ее понимать. Поэтому человек может спорить. Может спорить, спорить хорошо. Может. А просто как? А приори как? Как говорится, ба-фак, ба-фары, в пыли у их ног. Без этого он не поймет их слов. Он действительно понимал, понимал, работал. И все это при этом. Мне кажется, что надо было сказать иначе. Пожалуйста. Есть его свой вид в ТОРе. Можешь сказать иначе. Ничего проблем нет. Но начало всего это. Если мы хотим, чтобы мы носили наши дома. Наши дома. Это были дома, где дети воспитываются в нейтура. И люди нам удостоятся домов, где растут большие люди. Нам надо быть примером, как относиться к ТОРе к славу Материцу. Это тоже, что говорит Наша Мишня. Можешь кончиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.